Как могут существовать странные образования правильной формы из штормов на Юпитере? В пустыне Нептуна найден ультрагорячий Нептун? У черной дыры в галактике М87 обнаружено необычное поведение? Обо всем этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас в 64-м выпуске Астрообзора. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Какой бы огромной ни была Вселенная, уже в нашей Солнечной системе много всего такого, что нам кажется странным и необычным. Взять тот же шестиугольник на Сатурне, который своей необычной формой наталкивает некоторых на мысли о том, что он не мог образоваться естественно. И это проделки вот этих ребят. О необычных образованиях на Венере, вроде гигантской буквы Y в атмосфере, или двойных полярных штормов, я недавно делал отдельный выпуск. Но сегодня мы обратим внимание на Юпитер с его не менее странными, геометрически правильными группами штормов на полюсах. Об этих структурах я, кстати, говорил в самом первом пилотном выпуске Астрообзора. Посмотрите на него. Три минуты? Что? Вообще, открыли эти структуры на Юпитере совсем недавно. Тот же шестиугольник Сатурна в определенные моменты можно увидеть даже на любительских фотографиях с Земли, когда мы видим планету с определенного ракурса. А вот полюса Юпитера долгое время не удавалось разглядеть в деталях даже аппаратам, которые оказывались вблизи планеты. Вот, например, карта южного полушария, составленная из снимков аппарата Кассини, который пролетел мимо Юпитера. В самом центре мы видим пустое пятно, но на то время это была самая детальная карта этой области. Но все изменилось, когда аппарат Юнона, изучающий сейчас газового гиганта, прибыл к Юпитеру в 2016 году. Орбита Юноны такова, что аппарат периодически пролетает над полюсами, причем достаточно близко к планете. И это позволило нам увидеть Юпитер таким, каким мы раньше его еще не видели. Я не раз показывал снимки Юноны, и они, конечно, поражают воображение. Представляете увидеть такое своими глазами? Тут, правда, цвета усилены. Ну а главное, что Юнона смогла заснять полюса и в видимом, и в инфракрасном диапазоне. Там и обнаружились эти необычные образования из штормов. Это изображение южного полюса в видимом диапазоне, и явно выделяется геометрически правильная группировка штормов. А на этом изображении в инфракрасном диапазоне структуру видно еще лучше. Мы видим центральный шторм, который практически совпадает с южным полюсом планеты. На первых снимках увидели пять штормов вокруг, а на этом, более позднем, появился еще один, шестой. Штормы образуют такую необычную правильную шестиугольную структуру. В поперечнике она сравнима с диаметром нашей планеты. На северном полюсе еще веселее. Это композитное инфракрасное изображение северного полюса Юпитера, и тут вообще центральная воронка окружена восемью штормами в правильной конфигурации. А это совсем свежее изображение северного полюса в искусственных цветах. До открытия этих структур ничего похожего на других планетах ученые не видели, и, конечно, эти структуры вызывают множество вопросов. Почему, в отличие, например, от Сатурна, где на полюсах доминирует один крупный шторм, тут такие конфигурации, да еще и правильные формы? Как они образуются? Они достаточно стабильны, по крайней мере, с момента открытия, и сохраняются на протяжении нескольких лет. Почему они сохраняются? И, возможно, ответ на один из этих вопросов, а именно о том, как штормы остаются в такой конфигурации, у нас теперь есть. Об этом вышла статья в журнале Национальной Академии Наук США. На нашей планете циклоны, оказываясь над Землей и взаимодействуя с рельефом или над холодными океаническими водами, ослабевают и исчезают. На газовом гиганте нет твердой поверхности в привычном нам понимании, поэтому штормы там могут существовать очень долго. Как тоже большое красное пятно, которому минимум несколько сотен лет. Но почему эти штормы у полюсов не перемешиваются? Почему не сливаются с центральным штормом? Почему они не хаотичны? Авторы статьи использовали данные, полученные аппаратом Юнона по размерам штормов, их скоростям и скоростям ветра. И на их основе создали компьютерные модели. Вот некоторые анимации этих моделей. Ученые пришли к выводу, что стабильность этих образований из штормов в некоторой степени зависит от того, как глубоко они уходят в атмосферу. Но ключевую роль играют антициклонные кольца. Эдакие кольца ветра, которые окружают штормы и дуют в обратном направлении их вращению. Они могут играть роль своеобразного щита, который предотвращает циклоны от столкновения и смешивания. Модели показывают, что будь этот щит слабее, штормы бы сливались, а если сильнее, наоборот, расходились бы друг от друга. Исследование предлагает механизм, благодаря которому правильные фигуры остаются стабильными, но пока не ясно, как они изначально образуются. Образовались ли штормы там, где они сейчас находятся? Или образовались дальше от полюсов и постепенно мигрировали туда? На эти и другие вопросы, возможно, ответят будущие исследования. Как звучит центр нашей галактики? Это, конечно, будет не реальный звук, а сонифицированные данные телескопа Чандра. Я не раз рассказывал о превращении различных данных в частоты, которые мы можем услышать, но давайте послушаем. Что тут вообще происходит? Перевод данных в звук идет слева направо, а звуком показано положение и яркость объектов. Объектам сверху задан более высокий тон, а громкость зависит от яркости. В рамках проекта можно еще послушать остаток сверхновой Кассиопея А и знаменитые Столпы Творения. Ссылку оставлю в описании, сможете послушать сами. Что-то тут звучит красиво, а что-то даже пугающе. И для полноты эффекта такие штуки лучше слушать в наушниках. Ну а если еще и в хороших, мне тут прислали наушники FIO FH1S. И этот выпуск выходит при поддержке FIO. Пару лет назад у них вышла модель FH1, и она оказалась очень популярной и получила высокие оценки. А FIO FH1S – это обновленная и более продвинутая версия наушников FH1. Внутри новинки установлено два драйвера – арматурный Noulis 33518 и динамический, размер которого увеличивается до внушительных 13,6 мм. FH1S обладают сбалансированным звучанием – прозрачные верха, красивый вокал и насыщенный бас. Заметно изменился и корпус. Он стал крупнее и выполнен из полупрозрачного пластика. В комплекте целая куча аксессуаров. Кроме зеленых, есть еще черные, фиолетовые и желтые цвета корпуса. Каждый наушник имеет собственный уникальный узор на лицевой панели. Переходите по ссылке в описании, заказывайте наушники и слушайте хоть музыку, хоть звуки космоса. Ультрагорячий Нептун в пустыне Нептуна. Хм, сойдет даже для названия видео на Ютубе. Но это название новой статьи в журнале Nature Astronomy. Авторы статьи говорят о том, что они открыли первый известный ультрагорячий Нептун. На сегодняшний день известно более 4000 экзопланет. Где-то одна из 200 планет имеет ультракороткий период обращения, то есть совершает полный круг по орбите менее чем за один день. Год, длящийся несколько часов. Практически все ранее известные планеты с таким коротким периодом были или газовыми гигантами, горячими Юпитерами, или каменистыми планетами менее двух земных радиусов. То есть так близко к своим звездам не находят планет промежуточного размера и массы, сравнимых с Нептуном. Это явление и называют пустыней Нептуна. Обычно это объясняют тем, что маломассивные, ну в сравнении с горячими Юпитерами планеты, не в состоянии удержать атмосферу из водорода и гелия под воздействием мощного излучения близкой звезды. У звезды LTT 9779 с помощью телескопа ТЭС была обнаружена, а затем подтверждена другими телескопами экзопланета. Ее диаметр оценили в 4,7 земных, а массу в 29 земных. Планета LTT 9779b совершает полный круг по орбите всего за 19 часов. И она в 60 раз ближе к своей звезде, чем Земля, и в 23 раза ближе, чем Меркурий к Солнцу. И ее назвали первым ультрагорячим Нептуном. Температура просто горячих Нептунов в районе 1200 градусов Цельсия. Температура этой планеты же около 1700 градусов. Может показаться, что разница не такая уж и существенная. И вообще, что за игра с словами? Тут просто горячие, тут ультрагорячие. Но в этом есть смысл. Дело в том, что температура ультрагорячих планет уже достаточно, чтобы разбивать молекулы на отдельные атомы и ионизировать более тяжелые элементы в атмосфере. Соответственно, такие планеты будут не просто жарче, а условия на них будут сильно отличаться. Плотность этой планеты сравнима с Нептуном, так что маловероятно, что это каменистый или водный мир. Как я уже сказал, феномен пустыни Нептуна объясняют тем, что планеты так близко к звезде могут терять атмосферу. И что удивляет, что LTT 9779b сохраняет ее значительную часть. Возможно, дело в том, что изначально эта планета была еще больше, скажем, размером с Юпитер. Но она потеряла значительную часть массы из-за влияния звезды. В будущих исследованиях будут изучать химический состав атмосферы этой планеты, и мы узнаем еще больше. А сейчас еще космическая подборка? Ну, да. На этом изображении показана разница между максимумом солнечной активности слева и минимумом справа. Минимум был в декабре прошлого года, и сейчас начало 25-го солнечного цикла. А активность будет нарастать до 2025-го года. А это первые четкие изображения так называемых нано-джетов на Солнце. Ярких, тонких образований, которые перпендикулярны магнитным структурам в солнечной атмосфере. Возможно, они связаны с нано-вспышками и нагревом короны Солнца. О проблеме нагрева короны у меня есть, кстати, отдельный выпуск. На снимках аппарата OSIRIS-REX с поверхности астероида Бенну были обнаружены вот такие яркие фрагменты до 4 метров в поперечнике. Некоторые в 10 раз ярче остального астероида. Данные спектрометра показали наличие пероксенов, и, вероятно, это фрагменты другого крупного астероида Веста. Полярные сияния известны на Земле и на других планетах. Правда, там они не в видимом, а, например, в ультрафиолетовом диапазоне. Ранее на комете Чурюмова-Герасименко уже замечали ультрафиолетовое свечение, но тогда его объясняли взаимодействием света Солнца с газом кометы. Но теперь ученые пришли к выводу, что у свечения авроральная природа, то есть процесс, в результате которого оно возникает, аналогичен полярным сияниям на планетах. Виновники не фотоны, а электроны в солнечном ветре, которые взаимодействуют с молекулами в коме кометы и появляется ультрафиолетовое излучение. Но очевидно, что такого сияния своими глазами мы бы не увидели. Если бы мы посмотрели на спутник Сатурна-Энцелад невооруженным глазом, с достаточно высокой орбиты, он бы выглядел как большой снежок. Чем он в некотором смысле и является. Для людей неосведомленных он покажется каким-то скучным объектом. Но мы-то с вами знаем. Глобальный подповерхностный океан, который там скорее всего есть. Гейзеры, бьющие из-под поверхности на высоту в десятки километров. Наличие в них органики. Да и вообще, это одно из самых многообещающих тел Солнечной системы, где могут быть условия, потенциально пригодные для известной нам жизни. Судя по всему, Энцелад оказался еще активнее и интереснее, чем считалось ранее. Об этом вышла статья в журнале Икарус. Благодаря данным, которые собирались аппаратом Кассини на протяжении 13 лет, была составлена новая глобальная карта Энцелада. Для ее создания использовались наблюдения в инфракрасном и видимом диапазоне. И это самые детальные инфракрасные виды спутника, которые были когда-либо сделаны. Эти изображения выглядят как цельная карта, но это, конечно, на самом деле мозаика, составленная из множества снимков. И вот так это выглядит. Кстати, снимки, которые использовались в исследовании, доступны для скачивания в виде сырых данных, а на этом сайте можно увидеть их хотя бы в виде предпросмотра в небольшом разрешении. Они разбиты по каждому отдельному пролету Кассини мимо Энцелада и на разных длинных волн. Ссылку на сайт оставлю в описании. Изучение этих снимков позволило узнать кое-что новое. Вообще поверхность спутника достаточно молодая. Мы видим это хотя бы по гораздо меньшему количеству кратеров, чем на других лунах. Это говорит о том, что на Энцеладе протекают или протекали недавно какие-то процессы, обновляющие поверхность и стирающие кратеры. Важную роль в этом играет подповерхностный океан. Обратите внимание на красный цвет здесь. Это, конечно, не натуральные цвета. Красным цветом показан более свежий лёд. Он находится возле так называемых тигриных полос в области южного полюса Энцелада. Это такие формы рельефа, и у них более высокая средняя температура. И с ними связывают гейзеры, которые как раз наблюдаются в южном полушарии. Из-за воды, вырывающейся из-под поверхности, на южном полюсе образуется новый лёд, и поэтому поверхность там ещё моложе. Но это всё было известно и раньше. Однако инфракрасные данные на новой карте указывают на то, что более свежий лёд присутствует и на северном полушарии. Правда, пока точно неизвестно, откуда он там взялся. Ведь нет настолько явных источников, как на южном полушарии. Возможно, там тоже были выбросы из-под поверхности. Или это более медленный лёд, постепенно поднимавшийся через трещины в ледяной корке. В любом случае, это ещё один аргумент в пользу того, насколько энцелад интересный и многообещающий для будущих исследований мир. Жаль, что пока к нему не запланировано ни одной миссии. Одним из главных событий в астрофизике прошлого года, конечно, была публикация первого в истории изображения чёрной дыры. В центре мы видим тень чёрной дыры. И она имеет видимый диаметр примерно в 2,5 раза больше, чем сам горизонт событий. Это обусловлено тем, как свет попадает к нам и путешествует в условиях чудовищной гравитации чёрной дыры. И тень окружена ярким кольцом из света от вещества, разогретого до огромных температур у чёрной дыры. На канале Veritasium было классное видео о том, как понять, что именно мы видим на изображении. Оставлю ссылку на русскую версию от Verdeider. В 40-м астрообзоре я рассказывал, что в планах коллаборации телескопа горизонта событий получить теперь не просто изображение, а серию изображений, чтобы создать первое видео чёрной дыры и увидеть её в динамике. И учёным уже удалось изучить её динамику. Об этом вышла статья в журнале The Astrophysical Journal. Возможно, вы уже где-то видели эту анимацию, но тут нельзя сказать, что это полноценное видео чёрной дыры. То есть это было не так, что мы увидели снимок в прошлом году, потом учёные сделали ещё несколько таких же и составили из них анимацию. Как, например, в случае этой анимации джета, той же чёрной дыры в галактике М87. Даже тот первый снимок нельзя назвать фотографией в привычном нам смысле. О том, как он был создан, я делал отдельный выпуск. Ну а эта новая анимация — это симуляция. Давайте разберёмся, о чём тогда речь в новом исследовании. В данном случае речь не идёт о новых наблюдениях. Наоборот, были использованы архивные данные, полученные до того самого изображения. Напомню, что телескоп горизонта событий — это радиоинтерферометр со сверхдлинной базой. То есть это сеть телескопов, расположенных в разных точках планеты, которые работают как один инструмент. Получается своеобразный виртуальный телескоп размером с Землю. В новом исследовании использовались архивные данные, которые собирались с 2009 по 2012, когда в сети было лишь три обсерватории, а также в 2013, когда было четыре. Ранние наблюдения с меньшим количеством телескопов собирали гораздо меньше данных, и их слишком мало, чтобы реконструировать изображение, подобное этому. Вот тут с помощью моделей наглядно показана разница в количестве данных по разным годам. Поэтому, имея лишь ограниченные данные, ученые обратились к статистическому моделированию. Ну а это симуляция того, как бы выглядела черная дыра в динамике с более высоким разрешением. А тут специально добавили размытость, чтобы изобразить эффективное разрешение телескопа горизонта событий. Но что же удалось узнать с помощью анализа данных? Было показано, что размер тени черной дыры и общая структура сохраняются в наблюдениях разных лет. Эта предсказуемость делает более уверенными выводы ученых о природе объекта. Но и было кое-что неожиданное. Эта более яркая область в нижней части снимка обусловлена тем, что вещество там движется в направлении наблюдателя, то есть в нашу сторону. И ожидалось, что эта область должна оставаться более-менее в одном месте. Но данные указывают на то, что эта часть достаточно значительно как бы покачивается, как показано на этой симуляции. Вероятно, это связано с мощной турбулентностью среды в экстремальных условиях вблизи черной дыры. Не все теоретические модели предсказывают такое поведение, так что можно начать исключать некоторые из них на основании наблюдаемой динамики. Ну а будущее наблюдения, возможно, еще более высокого разрешения с новыми обсерваториями в сети, позволят получить гораздо более качественные данные и еще лучше изучить то, что происходит у черной дыры. Наверняка многие из вас видели вот это видео со сравнением размеров планет, звезд и вплоть до крупномасштабной структуры Вселенной. Автор этого канала о космосе сейчас мне немного помогает на англоязычном ютубе, и у него есть другие клевые ролики, например, со сравнением размеров черных дыр, различными подборками снимков и не только. Эти видео можно смотреть и без знания английского, но еще есть интересные ролики, например, даже с разбором конспирологии. Я оставлю ссылки в описании на некоторые ролики, возможно, вам будет интересно. Друзья, если вам понравилось это видео, вы знаете, как меня можно поддержать. Поставить лайк и оставить комментарий, чтобы это видео активнее рекомендовалось ютубом и его увидело больше людей. И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает меня на патреоне, на ютубе и всеми другими способами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok